Продуктовый эмбарго вряд ли будет полностью отменено. На этой неделе Дмитрий Медведев в рамках первого форума по продовольственной безопасности заявил, что Россия не видит встречных шагов со стороны Европы, чтобы смягчить контрсанкции. Тем более, что страна, по данным премьера, способна сама себя прокормить. Небольшое послабление все же будет. За рубежом разрешат закупать мальков и другие биоматериалы, не имеющие отечественных аналогов. К чему пришел российский АПК спустя пять лет после принятия доктрины продовольственной безопасности? Расскажет сейчас Павел Федоров. Зерно, картошка, сахар и растительное масло – четыре продукта, которыми Россия может сама себя обеспечить. Все остальное страна либо не производит, либо производит мало. В списке провальных показателей доктрины продовольственной безопасности – рыба, мясо, соль и молоко. Доктрину приняли пять лет назад. Рассчитана она до 2020 года. Но производители того же молока утверждают, при сегодняшних темпах госпомощи в срок успеет вряд ли. Сейчас в стране из всех молокоперерабатывающих заводов только один российский. Остальные зарегистрированы в офшорах. Премьер Медведев говорит – продовольственная небезопасность в стране из-за бюрократов на местах. Москва деньги выделяет, но до ОПК в регионах они не доходят. Глава правительства пригрозил нерадивых губернаторов покарать. Министр сельского хозяйства дал срок на исправление. До 1 июля деньги должны быть у Аграрии. Я хочу сразу заверить вас, что эти деньги лежат на казачейских счетах. В субъект Российской Федерации они абсолютно не потрачены никуда и так далее. Вопросы уже субъективного характера. Безалаберность, безответственность, плохая организация и так далее. Поэтому кому надо, надавали по башке, кому надо, поставили на место. И 1 июля будет, так сказать, контрольные замеры. Сегодня общая сумма долга российских сельхозпроизводителей перед банками 2 триллиона рублей. Это при том, что государство субсидирует банковский процент фермерам. 17% федеральный бюджет, 2% региональный. Премьер Медведев успокаивает. От субсидирования займов государство отказываться не собирается. Более того, еще один механизм поддержки заработает уже в этом году. Если владелец бизнеса вложится в модернизацию производства, государство вернет от 20 до 35% затрат. На это в 2015 году в бюджете заложено почти 240 миллиардов рублей. Нужно максимально эффективно эти деньги тратить. Я обращаюсь и к коллегам-губернаторам, и, конечно, к аграриям. Деньги сейчас в дефиците. Их всегда много не бывает. Поэтому и контроль за этим будет весьма жесткий. Есть в отрасли проблемы, которые вообще не решаются. Например, доступность сельхозтехники. Отечественных аналогов зачастую нет. А европейские или американские, учитывая курс валют, увеличивают срок окупаемости предприятий на года. Но даже если производство налажено, урожай зачастую просто негде хранить. Сейчас на строительство овощехранилищ выделили дополнительные субсидии. Именно сельхоз уверен, что уже года через три складских мощностей хватит. С теми продуктами, что могут долго храниться, в стране порядок. Сейчас мы крупнейший игрок в Европе. По подсолнечному маслу уж точно экспортируем где-то в районе 1,2 миллиона тонн ежегодно. А вот в страны, куда в основном. Вся Северная Африка, Ближний Восток. Это мы закрываем своим маслом. И потребности полностью. Даже в Испанию? Да. Развитию производства подсолнечного масла в свое время послужили введенные правительством вазные пошлины на продукт. И вот спустя семь лет полное импортозамещение и лидерство на внешнем рынке. Правда, сейчас конкурировать за рубежом стало сложнее. Россия вступила в ВТО. Европа просто-напросто регулирует импорт квотами. И квота для России закрыта. Одновременно другие страны, такие как Турция, которая является одним из основных поставщиков растительных масел, постоянно увеличивает импортные пошлины на растительные масла российского происхождения. В то время, когда, например, растительные масла молдавского происхождения или стран Евросоюза, они могут импортироваться без пошлины. Опасения производителей, что продуктовый эмбарго будет снят, а значит и внимание властей на проблемы аграриев переключится на что-то другое, премьер Медведев не разделяет. Он не видит предпосылок для ослабления европейских санкций против России. Соответственно, и контрмеры корректировать в правительстве не собираются. Единственное ослабление, которое может позволить себе Москва, снять запрет на закупку мальков и других биоматериалов, аналогов которых внутри страны нет. А нет почти всего. Птенцов для родительского все равно мы завозим. Это, чтобы вы понимали, это не только мы. В генетике в России нету, не только в индейке. И в бролере, и в свиньи, и в говядине. Мы очень зависимы от западных технологий. Про зависимость от западных технологий в той или иной мере говорили практически все участники Первого Всероссийского форума продовольственной безопасности. На него приехали почти 3000 представителей агропрома из всех уголков страны. Кроме общероссийского лидера ВПК Краснодарского края. Он производит 13% всех продуктов питания в стране. Причина неизвестна. А вот на Всемирной отраслевой выставке в Милане регион представлен будет. Там уже открыли отдельный павильон. Его название «Русское поле. Растим во благо мира. Возделываем во имя будущего». Расходы страны на участие в выставке превысят миллиард рублей. Павел Федоров, Анна Гара, Никита Малаховский, Александр Петров, РБК.